На прошлой неделе перед депутатами отчитался глава региона, теперь с докладом о проделанной в 2018 году работе, Владимир Шарыпов. Это его третье отчетное выступление перед местным парламентом. Развитие социальной сферы с первых дней своего пребывания на посту градоначальник ставил во главу угла. И теперь есть наглядные примеры. Открыть технопарк Кванториум и лаборатория современного искусства «Авангард». Возрожден ДК бывшего меланжевого комбината. Ныне притяжение. На очереди современник. В ближайшие годы появятся уличные спортплощадки в Сластихе, сортировке Авдотина в районе Ташкентской. Выдано разрешение на строительство в городе частного бассейна с 50-метровой дорожкой. Жители, которым абонемент не по карману, смогут посещать его разово. Теперь самое важное для меня лично. В этом году мы подошли к тому, что не удавалось последние 30 лет строительству новых школ. Начальную школу в Московском микрорайоне на 350 мест начинаем строить в этом году. Софинансирование предусмотрели, проект есть. И уже сейчас готовимся к следующему году. Проектируем школу на 700 мест для детей Суховки и Рождественского. В планах на следующие 5 лет строительство трех садов и двух корпусов к уже существующим. Также в числе долгосрочных перспектив масштабные работы по благоустройству. Работаем над созданием пешеходной зоны вдоль набережной от парка Харенко и до парка Степаново. Мы хотим, чтобы Иваново был самым современным городом. Поэтому в вопросе благоустройства стараемся прислушиваться к компетентным мнениям. За два года к нам приехали уже почти все известные урбанисты. К разработке проектов подключены архитекторы КБ «Стрелка» и других передовых компаний. Вокзальная площадь, Троицкий сквер, площадь Ленина, набережная. Ивановцы в большинстве своим преображением города довольны. Ну, краше город стал. Краше. Особенно летом. Зимой нет. Летом лучше. Сзади вас вот какая красота. Ухоженные. Скверики. Да, лучше, конечно. Однозначно город меняется. За ним ухаживают. Это нам нравится. Да, он изменился в лучшую сторону. По сравнению с советскими временами, 90-ми годами. Изменения заметны. Почище стало. Площадок детских сделали. Меняется, меняется. К сожалению, медленно, но ничего. А за оберткой, которая радует глаз, много еще нерешенных задач. Инвентаризация земель и городского имущества помогла определить территории, которые арендатор не использует по назначению, не платит аренду. Администрация намерена начать продавать дебиторскую задолженность на торгах. Многие пользуются тем, что в администрации не хватает сил и средств для того, чтобы сразу работать со всеми должниками, проводить судебную практику. Чтобы было понятно, долг перед бюджетом за аренду земельных участков сейчас достиг уже 400 миллионов рублей. На эти деньги можно было бы полностью обновить парк нашего предприятия СЖХ. Пассажирские перевозки. Наконец-таки мэрия открыто заявляет, что готова к изменениям транспортной схемы в городе, в том числе и к переходу на регулируемые тарифы. Подразумевается обязательное заключение с каждым перевозчиком контракта на конкретные маршруты. В идеале на один маршрут, один перевозчик. Сейчас их иногда больше десятка. В контрактах должно быть прописано количество транспортных средств, которые частник берется выпустить на маршрут. И это самое главное, чтобы были именно они. Класс вместимости. А также будут закреплены обязательства по соблюдению расписания. Важный пункт. При регулируемых перевозках частник не сможет установить стоимость проезда выше установленного тарифа государства. В этом году будет реализован завершающий этап реконструкции улицы Станкостроителей. А вот улицу Акуловой напротив только начнут делать. Ее планируют вывезти на Родниковское шоссе к Малинкам. Ивановская агломерация благодаря Станиславу Сергеевичу впервые вошла в нацпроект «Безопасные и качественные дороги». За счет этого сумма, направленная на дорожные работы, в этом году приблизится к миллиарду. Это исторический максимум. Такое финансирование мы надеемся сохранить и на следующие два года. Главное, чтобы выдержали подрядчики. Депутаты задали Владимиру Шарепову интересующие вопросы. По итогу проделанную главой работу они оценили как удовлетворительную. Елена Белова, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ Иваново.